Что такое игра? Игра такого типа. Что здесь вообще происходит? У одного игрока в каждой позиции есть какие-то ходы. И у другого игрока в каждой позиции есть какие-то ходы. А что возникает после хода? Ну, тоже какая-то позиция. И в той следующей позиции тоже у каждого игрока будут какие-то ходы, да, у левого и у правого. Вот, и так далее. И так далее будет до тех пор, пока ходов не останется. Вопрос, что есть игра? Ответ следующий, что игра это набор. Значит, игра это набор из некоторых возможных ходов левого игрока и некоторых возможных ходов правого игрока. Вот это вот же L это возможные ходы левого игрока, а вот это же L это возможные ходы левого игрока. Так, ну и теперь, смотрите, что такое пустая игра? Значит, пустая игра это ситуация, где ни у кого нет никаких вариантов. То есть тут слева пустое множество, и справа пустое множество. И можно просто не писать пустое множество, а просто ничего не писать, но это вот такая вот ситуация. И слева, и справа ни у кого нет никаких вариантов. Хорошо. Что в таких обозначениях единицы? Левого есть некоторые варианты, а у правого побежда никаких вариантов нет. Да, то есть у правого просто нет ни одного хода, а у левого есть ход, а именно какой? Да, что вот здесь? Да, вот это вот 0, а вот это вот единица. Да, что здесь левый может сделать? У среза делается ствол, на что останется пустое место, то есть нулевая игра. То есть получается, что единица – это вот такая вот картина, да, значит, где у левого есть единственный ход, который возвращает 0, а у правого нет никакого хода. Соответственно, минус единица. Минус единицы – это противоположная ситуация, где у левого нет никакого хода, а у правого есть ход в 0. А вот там еще двойка есть. Значит, как будет двойка выглядеть в этих терминах? У двойки? Да, у левого есть два хода возможных. А что в результате получается? 2. Ну, если… То есть получается 1. Ну да, если он срезает нижнюю, то получается 0, если нижнюю, то 1. Значит, здесь получается 0, а у правого по-прежнему ничего не получает, ничего вообще, никаких ходов нету. Вот, но на самом деле можно не разрешать ему срезать под корень, да, разрешать только верхнюю срезать, и это будет тоже двойка. Ну, в каком смысле, это мы сейчас поговорим, да. Была очень интуитивно идея такая, что если левый срезает нижнюю, то он себе только портит ситуацию. Да, нет никакой ситуации, где ему было бы выгодно срезать именно нижнюю. Да, всегда можно срезать верхнюю, и иметь еще один вход в запасе. Поэтому, если мы разрешим, если мы разрешим, если мы разрешим срезать нижнюю, то ничего не изменится. Так, а 1 вторая в этих же терминах? Значит, вот 1 вторая. Здесь левый что может сделать? 0. Значит, левый может сделать 0, а правый может сделать 1. И никаких других вариантов нет. Значит, то есть 1 вторая – это… 0 и, соответственно, 1. Ну, а вот это вот наша конструкция из трех отрезочков. Значит, в этих же терминах это будет вот что. Ну, вот здесь тоже есть вариант 0 у левого, если он под корень срезает. Если он срезает верхнюю, то у нас стоит как раз 1 вторая. Значит, 0, 1 вторая. Или 1. То есть, правое может сделать вот это, а остается 1. И на самом деле это тоже будет равняться 1 вторая. 1. Ну, и тут идти на 3 четверти будет потому, что это как раз посередине между вот этим и вот этим. Вот. Но тоже тут нужно аккуратно действовать. Теперь смотрите. Вот эта единица выходит вот так, вот эта единица выходит вот так. А как минус 1 вторая будет? Значит, минус 1 вторая. Что будет слева и что будет справа? Левого будет минус 1. Левого будет минус 1, потому что если минус 1 второй, синий срежет верхушку, то остается красный ствол, который есть минус 1. Значит, тут минус 1 и 0. А то есть это вот, ну вот в этом примере это еще не понятно. А вот в этом уже понятно, что происходит взятие минуса. У нас меняются местами части, и еще минус прибавляется. И это можно, собственно, как определение. Это игра, в которой здесь получается минус gR, а здесь минус gR.